Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Четверть часа» в студии Марина Гранкина. 11 ноября, как и в любой другой день, совершается память сразу нескольких православных подвижников. Ваше внимание я хотела бы обратить на святых, о которых мы знаем благодаря преподобному Ефрему Сирину. Именно он написал о житии своих соотечественников, преподобного Авраамия Затворника и его племянницы, блаженной Марии Хиданской. Подвязались они в селении Хидана, близ города Эдессы. Преподобный Авраамий в расцвете лет покинул родительский дом и поселился в пустынном месте, проводя дни в молитве. После смерти родителей святой отказался от наследства и просил родных раздать его имущество нищим. Строгость подвижничества он сочетал с кротостью и человеколюбием. Авраамий был назначен пресвитером в одно из языческих селений Месопотамии и три года, терпя многие скорби, просвещал язычников. Жители селения уверовали в Господа Иисуса Христа и преподобный крестил их. После этого он вернулся в свою пустынь, где смирением побеждал дьявольские козни и после 50-летней подвижнической жизни мирно отошел ко Господу. Это было около 360 года. Драматичная и удивительная история его племянницы, блаженной Марии. О ней мы узнаем в новом выпуске цикла «Путешествия на Восток». Напомню, осенью прошлого года и этой весной наша съемочная группа побывала в Самарканде, Бухаре, Ичанкале, Ургенче и Ташкенте. Результатом поездок по этим узбекским городам стали программы «Путешествия на Восток». Однако не весь отснятый материал вошел в эти серии. И вот как раз сегодня мы покажем то, что зрители еще не видели. Приглашаем вас в храм праведного Ева Многострадального в городе Ургенче. Батюшка Адам с иконой праведного Ева, совсем незнакомая мне святая Мария Хиданская. Расскажите, пожалуйста, кто это такая? Я совсем про нее ничего не знаю. – Мария Хиданская, она тоже вот нам очень помогает в покровительстве нашего храма. Хоть он у нас и второй предел такой. – А, так у вас есть второй предел? – Да, второй предел. Он находится, ну, как бы называется, в подвале. Такой храм у нас тоже. Сейчас он находится, ну, как в реставрации, в процессе реставрации. Вот. Мария Хиданская, она была племянницей преподобного Авраамия Затворника. Жили они в селении Хидан, вот поэтому она Хиданская. – Это сирийские земли какие-нибудь, наверное, да? – Да, преподобный Авраамия был соотечественником Исаака Сирина. – Ага. – Вот. И у нее умерли родители, она была еще совсем траковицей, 7 лет, по-моему, возрасту. И преподобный Авраамий взял ее к себе, как бы, ну, к монашеству приобщать ее, к Богу, учить молитвам, писанию. И вот долгое время она подвязалась, была послушной и все. И такое искушение у нее было, что она оставила это все и ушла в мир. И она была служительницей такого дома, где девушки продаются для богатых людей там. Вот. И преподобный Авраамий как-то вот переоделся в одежду военную и пошел, нашел, где она находится. И как бы в виде посетителя зашел к ней и беседовал с ней. И после этого она очень горько плакала, раскаивалась в своих делах и опять же вернулась в обитель, так скажем. И до конца своих дней вот провела в слезах, в покаянии. И за это Господь сподобил ее таких даров, как исцеление больных и вот в помощи там девушкам в их вопросах каких-то. Так это же святая, это же какое утешение церковным мамам, которые вот воспитывали-воспитывали ребеночка в храме, да. А потом наступил у него переходный возраст. Он дверью хлопнул и убежал на страну далече. Во-первых, мы можем понять, что если уж у преподобного Авраамия не сразу получилось, то и тут не надо руки опускать и думать, что все пропало. Это очень хороший пример для нынешнего тоже. Времени он подходит, если кто имеет возможность доступа к интернету, к ресурсам каким-то, могут прочитать ее жизнь, жизнеописание. И что-то для себя можно взять, какой-то пример. Ну, в смысле исправления, покаяния. Все мы когда-то оступаемся. Вот так. И это такая надежда для нас, что они возвращаются потом, если только вот молиться. А теперь мы знаем, кому еще можно молиться и кто сам прошел этот... Если родители спрашивают, как вот помочь, вот сын, дочь не хотят в храм ходить, не молиться, ничего. Вот есть, кому обратиться поможет. Валерия. Вот здесь находится предел храма нашей Марии Хиданской, икону, которую мы посмотрели. Сейчас немного о житии поговорили. Можно пройти, посмотреть. Спасибо. Давайте, если можно, спустимся. Не заходите, не заходите. Вот такой у нас храм, он сейчас находится на реставрации. Здесь были подземные воды, которые топили храм, и все стены обрушились. Вот здесь, вот, и здесь, как бы вот в таком уголке у нас занимается детская воскресная школа. Патюшка, а вот это что за пещера? Вот, это есть пещера, самая настоящая, которую сделали дети из коробок для выступления на воскресной службе, вот, чтобы людям наглядно показать такой номер, так назвать его можно, или как бы сценку о том, как происходило воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Можно посмотрю, из чего сделано? Да, конечно. Все сделано из подручных материалов, потому что дети сами... Слушайте, так это не дерево. Ой, сейчас ведь еще сломаю что-нибудь. Коробки от чего-то, от холодильников, то ли от телевизоров. Ну, это так раскрашено, и вот эти элементы... Камушки. Действительно, они добавляют рельефности. И действительно, выглядит, как настоящая пещера. Да, и костюмы, они сами шьют себе костюмы, вот, чтобы вид был похож на апостолов, на мироносец, же он вот такой, они все сами все это делают, им очень нравится. Батюшка, я на входе видела табличку с вашим телефоном, но обычно такие сообщения бывают бумажные, а у вас там просто она такая металлическая, с покрытием. Как такое сложилось? Если можно, пройдем к ней тогда, и вы расскажете, хорошо? Конечно. А вот кто придумал и подарил православному храму необычную табличку, рассказывает выпуск «Путешествия на восток», посвященный истории прихода праведного Иова Многострадального в городе Ургенчи. Его можно найти на странице телеканала «Союз» на YouTube и на нашем сайте tvdfizsoyuz.ru. 1 ноября 1981 года русская православная церковь за границей прославила царскую семью во главе Собора новомучеников и исповедников российских. 2 ноября исполнилось 125 лет со дня восшествия на престол царя-страстотерпца Николая II. В нынешнем году эти памятные даты ознаменовались событиями, о которых нам рассказал начальник войсковой православной миссии Игорь Евгеньевич Смыков. На протяжении нескольких лет он сопровождает в поездках по России и другим странам чудотворный мироточивый образ царя-страстотерпца. В октябре святыня посетила Козельскую епархию, побывав в разных городах и селах, храмах и монастырях. Что произошло 1 ноября, когда святой образ находился в Вознесенском храме города Козельска, мы с вами сможем увидеть. Вот, вот, мироточение иконы. Вот, матушка-настоятельница сейчас нам скажет что-то, матушка, да? А, да. Но я не знаю, как, вот в прошлый раз ведь тоже, когда она у нас была, мы читали Акафис, молились все, и когда уже после вот именно Акафиса подошли, прикладывается, сможем, смотрим прямо вот такими, мироточит икона, прям течет по ней, мира такими ручейками прямо даже вот. И мы все как бы удивились, а до этого не было вот этого всего. Ну вот и сегодня вот как бы явно видно, что вот до Акафис-то не было, когда мы прикладывались, а после Акафиса-то вновь вот появилась вот мира прямо, капельки и даже вот течет там, стройка такая, просто необыкновенное чудо. Мы думаем, что это не просто так, мученик Николай к нам пришел. Может, может, укрепить в мире, может быть, нам как бы вот так утешение такое вот просто в нашем вот сейчас случае, когда вот у нас сейчас храм такой вот, нужно восстанавливать очень много работы, очень много трудов, очень много средств на это надо. Ну вот, мы уповаем на Господа и на Матерь Божию, а теперь уже и на попечителя, мученика Николая. Все-таки он не просто так к нам приходит. Спасибо людям, которые взяли на себя труд сопровождения чудотворной иконы царя-страстотерпца в поездках по миру и тем самым дают многим и многим возможность прикасаться к подлинной святости. Напомню, что мироточивая икона царя-страстотерпца неоднократно посещала студию телеканала «Союз» в Екатеринбурге. И в храме на крови после чтения Акафиста перед святым образом мои коллеги были свидетелями обильного мироточения от иконы. А впервые святыня замироточила 7 ноября 1998 года. Уважаемые зрители, на этом пока все. Спасибо вам за внимание и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok